Всем привет! И в связи с тем, что в директе я ежедневно получаю одни и те же вопросы по съему жилья в Бангкоке, и на свои ответы я довольно редко получаю спасибо, было принято решение записать очень подробную инструкцию, где я покажу все свои шаги в этом нелегком процессе, чем я пользовалась, где сидела, что я писала, да, то есть я буду показывать переписки с агентами и не только, все группы на фейсбуке, которыми я пользовалась и вообще на что обращала внимание при съеме жилья. Напоминаю, что мне удалось снять очень классную квартиру только на 3 месяца, с помесячной оплатой 16 тысяч бат и депозитом только за 1 месяц. То есть это все возможно, вполне реально, тем более, что сезон в Бангкоке скоро заканчивается, и гораздо больше людей будет соглашаться на то, чтобы сдать квартиру всего лишь на 3 месяца. Я искала квартиру в конце сентября, то есть это еще не был сезон, но это был такой, да, сезон, нет, в Бангкоке, я думаю, начинается с ноября, да, я в итоге искала в последнюю неделю сентября. Поэтому у вас даже сейчас еще больше шансов, именно если вы сейчас планируете переезд в Бангкок, да, Таиланд. Итак, приступим. Неважно, на долгий или короткий срок, первый шаг для вас одинаковый. Вы идете на фейсбук. Фейсбук в Таиланде очень любят, им активно пользуются. Через фейсбук я даже бронировала каяк и прочие развлечения. Помимо фейсбука часто советуют вот эти сайты, причем на последнем сайте даже можно при поиске выбрать всего лишь, да, 3 месяца, что вам сильно облегчает задачу. Но я с сайтами не пользовалась, то есть я их иногда в отчаянии поглядывала, когда думала, что не смогу найти квартиру, но в итоге я ни с кем так и не связывалась, потому что одного фейсбука мне хватило. Но если что, вот как бы на крайний случай. И в итоге мы идем на фейсбук. На фейсбуке у нас есть два варианта. У нас есть фейсбук-группы, вот это все группы, которыми пользовалась я, да, их достаточно. И также есть фейсбук-маркетплейс. Начнем сначала с фейсбук-маркетплейса. И значит, что он собой представляет. Итак, маркетплейс – это что-то типа нашего Авито, где продают всякие бушные товары, и не только бушные. Кстати, если вам надо что-то продать в Таиланде, обязательно попробуйте. У моих друзей все очень круто получалось. Соответственно, здесь вы вводите, да, condo for rent. И смотрите на многочисленные варианты. Здесь у меня уже выбран Бангкок. Это в радиусе трех километров. Здесь, получается, вы можете, да, поставить свою цену. Еще всякие тут фильтры. Состояние. И все такое. Здесь проблема маркетплейса, что здесь действительно в основном чаще всего предлагают контракт только на год. Но не всегда. То есть, что обычно делаю я? Если я вижу, что по расстоянию, да, по месту и по цене мне нормально, то обычно я всегда читала описание, которое здесь есть. И если нигде не указано, что квартира возможна только на год, здесь, например, не указано. Да, нигде в описании нет, что это только годовой контракт. То я всегда писала, типа, hey, is it available for three months? То есть, я писала примерно такое сообщение. И, соответственно, делала такую рассылку по всем вариантам, что мне нравились. Окей. И теперь давайте посмотрим на входящие, которые у меня здесь на маркетплейсе есть. Действительно, чаще всего на год. То есть, в основном отказывали. Какой бы вариант вам показать? Вот, например, здесь минимум контракт 6 месяцев. Да, и такое бывало. Так, да, здесь только, например, годовой контракт. То есть, куча отказов, да, не секрет. Но, например, давайте взглянем на эту квартиру. Здесь вообще без проблем. Смотрим. Здесь у них прямо в описании было указано. Так, показать перевод. Опа, вот контракт на один месяц. Да, то есть, не обязательно даже три. Здесь, возможно, помесячная аренда. И, соответственно, да, цена, как вы видите, убывает. Бесплатный айпад, все такое. И квартира, на самом деле, ребят, но она вообще клевая. Это очень клевое состояние квартиры. Единственное, что она не супер близко находится. Но и не настолько далеко. Меня тогда напрягло, что я в итоге с ними пообщалась. И они просили платить только через банк. И я в итоге что-то меня это оттолкнуло. Хотя в итоге я с этим разобралась. И все нормально. Соответственно, если вам отказали в какой-то квартире. Или если вы видите, что у продавца есть такие варианты. Можете заходить прямо к ним на страничку. И также изучайте, что у них есть, какие еще предложения. Ну, а, ну все понятно. Ого. Ну, просто так. Человек сдает квартиры, одинаковые квартиры в одном и том же комплексе. Окей. Значит, с маркетплейсом дела обстоят вот так. Если у вас на долгий срок квартира, то вообще ищите на маркетплейсе. Не парьтесь, и у вас все без проблем. Теперь мои бедные малыши, у которых цель, да, короткий срок. Значит, что делала я? Вот пример объявления, который был у меня. Да, то есть я указала свой бюджет. Расстояние, где я хочу. Да, расстояние до BTS. Потому что я хотела жить именно рядом с BTS, не с подземным метро. То есть, короче, все свои предпочтения указывайте. Обязательно пишите, когда вы приезжаете. И я, наверное, получила, ну, сообщение, комментарии в 10. Да, которые писали, о, у меня есть юнит. Или мы вам написали в личку и так далее. Со всеми этими людьми связывайтесь. Ну, давайте откроем мой мессенджер. Значит, вообще, да, перед тем, как оставлять какие-то объявления и ждать, что вам свалится 5000 предложений, самый классный вариант, на самом деле, покопаться по группе, да, именно там, где takeover lease. Потому что самые классные квартиры обычно, это, конечно, те, которые сдаются на год. Но очень часто людям надо преждевременно уехать, и они доздают вот эти оставшиеся два, иногда и один месяц аренды. И это, на самом деле, были просто самые офигенные варианты. И по цене, и по местоположению, и по дизайну. Вот, например, да, один из диалогов был. Ну, девушка при мне, Никита. Вот она уезжала, и у нее оставалось ровно два месяца. Квартира нереальная. Я очень ее хотела. Ну да, проблема в том, что... В чем там была проблема? В том, что я приезжала гораздо позже, чем мне надо было квартиру сдать. То есть такие квартиры расхватывают, как пирожки. Вот, например, еще вот этот Дидит. У него просто тоже суперская квартирка была. И, соответственно, да, мы списывали с ним 20 сентября, а я приезжала только 30 сентября. Ну и все. И там, конечно, уже куча людей в очереди на просмотр квартиры. И кто... Да, и вот еще Педро. Соответственно, да, тоже он доздавал какие-то там месяца, которые у него оставались. Но он также меня предупредил, что предпочтение дается тем, кому нужно надолго. Но это предпочтение. Вот тоже суперская квартира у него была. Вот. Это один из вариантов. То есть, да, вы не просто делаете объявление и ждете, когда он все напишет. Вы сами эти, грубо говоря, регулярно просматриваете и пишете всем этим ребятам. Как раз в моем конду, где я жила, пара выезжала, и у них оставалось, по-моему, да, два месяца, может быть, чуть меньше. И когда они сделали объявление, им написало очень много людей. То есть это совершенно нормальная тема. Итак, же план для вас. Если вы вообще в отчаянии не можете найти квартиру на короткий срок, да, берите квартиру на год и потом ее кому-то пересдайте. Но надо учитывать, что это должно в контракте быть где-то прописано, что такое вообще позволено. Потому что по условиям контракта, возможно, так делать нельзя. И тогда вы просто потеряете свой депозит. Итак, теперь вернемся просто к объявлениям, кто мне писал. Так, Марго. Ну, Марго мне вообще не ответила. Спасибо. Ну вот, например, дядя на BTS Bearing сдавал очень, кстати, классный комплекс. Я даже нашла русскую девушку, которая там жила. Она мне сказала, что это очень клевое здание было. И всего стоило 10 тысяч ватт. И на три месяца спокойно. Он и на меньше готов. Это не агент, а именно сам владелец. Вот так вот. То есть вот вариантик был. Здесь, по-моему, мне отказало. Да. Тут отказывает. А вот, например, да, Зузузом. Они мне прислали аж несколько вариантов. Да, но вот проблема была. Один был... Да, одна квартира освобождалась только 10 октября. Мне нужно было раньше. Потом мне нашли еще одну квартиру. Вот она такая. Но мне она не очень понравилась. И она была дороже, чем то, что я хотела найти. Вот у этой Mubin тоже запоминать. У нее было много довольно вариантов на три месяца. Очень... Ну, я бы сказала, приятная квартира. Мне подходила и очень классная локация. Единственное, что одну у нас была запланирована встреча. Ее забрали ровно за два дня, как я приехала. И вторая квартира, она освобождалась 4 октября. А я просто нашла квартиру 1 октября, по-моему, да. И, соответственно, просто отменила встречу. То есть вот у этой вот тети есть варианты на короткий срок. Вот этот парень, он постоянно оставляет комментарии. Вот этот комплекс... Ну как? Это вот типа именно service department. Да, когда у вас совсем отчаянно в гугле можете набрать. То есть это апартаменты, которые можно снять не на месяц, а даже на меньше. Там на 5 дней, на 10 дней и так далее. То есть это обычно прям... Ну как? Отельные комнаты. Хотя... Это типичная же не в Бангкоке. Ну вот, даже мини-кухня есть. Вот такой вариант. Это можно снять было просто на месяц. Да, 3 месяца, 9 тысяч ватт. Такое есть. Вот. Вот это мне нашла очень... Ну, прямо очень красивую квартиру, по-моему. По-моему, вот это. Вот. Она мне нашла целых два варианта. Причем она мне не писала ничего, да. То есть я сама с ней связываюсь. Потому что, да. So your comment. Я увидела your comment другому человеку. Да, то есть потому что ваше объявление, оно может просто остаться незамеченным для каких-то риэлторов. И поэтому вы также продолжаете искать. И я просто увидела, что кто-то искал дуплекс всего лишь там на 3 месяца. И вот она ответила на тот пост. И, соответственно, вот я сама с ней связалась, типа увидела, да, ваш коммент, что у вас есть. В итоге дуплекс у нее был только на 6 месяцев. Но я спросила там 3 месяца и так далее. И все, она начала искать у нее варианты. Вот, что она мне нашла. И она причем прям беспокоилась. Она мне потом еще писала, еще. Так, и вот эта тетя точно так же, по-моему, как я ее нашла? Я не помню, как ее нашла. Но она мне нашла несколько вариантов. Причем в очень красивом месте. Вот это Color House. Можете его погуглить. Это очень красивое место. Но оно далековато от BTS находится. Поэтому я в итоге слилась. Хотя квартира очень приятна. И это очень живописный комплекс. Да, 17 тысяч бат в месяц. И очень интересный депозит. Всего 5 тысяч бат. Поэтому в целом какие-то довольно необычные условия аренды. Но квартира здесь такая самая простая. Какие-то две тети в отражении телевизора. Да. Так, а потом вот эта очень настойчивая женщина пыталась мне сдать на 3 месяца ее не очень красивую квартиру. Ну, как бы, если совсем прижмет, можно и такое. Вот вам все тут распишут красиво. Но зато довольно дешево. Да. Да, вот она со мной договорилась. И, ну, я в итоге слилась. Потому что тут уж некрасиво. Так, вот эта симпатичная пэтч. У нее квартира была очень близко к метро. Ага, она все отменила. Все отправки сообщения. Ну и ладно. В общем, тоже была вполне себе приемлемая квартира. Очень рядом с метро. Так, и вот эта тетя с ребенком, по-моему, что-то мне... Вот, да. О, это вот Base Park. Там очень много, помню, хоть и ноунат. Да, там очень много живет тоже экспатов. Нет, прикольно было, да. Почему я в итоге слилась? 16 тысяч бат. Короче, просто я успела, видимо, другую квартиру снять. Но это был очень неплохой вариант. Да. Вот этот дядя Аву. К вот этому я ходила именно смотреть квартиру. Между ней я выбирала. И что интересно, да, он мне ответил на мой пост. Мне прислала два варианта. Они все были дороже, чем я хотела, да. То есть на 3 месяца 29 тысяч бат. Нифига себе. Ну, хотя локация, да, конечно, крутая. И здесь, да, здесь было подешевле. 17 тысяч бат. Очень, да, в итоге я ее смотрела. И когда я ему до культуры отвечала, он мне еще и скидку сделал. И вот эту квартиру, да, я ездила смотреть. Но в итоге отдала предпочтение другое. Вот такие вот дела. То есть довольно много сообщений. Да, то есть ваши шаги. Написать объявления. Искать другие объявления. Смотреть по комментариям, что, где, кто предлагает. Активно со всеми связываться. И тогда все должно получиться. Я начала искать квартиры только за 10 дней. И как вы видите, за эти 10 дней у меня было несколько договоренностей о встречах. Но квартиры разбирают. Поэтому надо иметь в виду. То есть, да, у меня было запланировано примерно 5 встреч. Но в момент, когда я уже приехала, из этих 5, ну, вот 2 уже были, да, разобраны. То есть осталось только 3 объявления. Но если вы в Бангкоке, и вам не поджимают, да, снимайте отель на неделю. И за эту неделю прям активно поиск квартиры. Вот так вот. Все обязательно получше. 3 месяца возможно, 2 месяца возможно и так далее. Все упирается только в цену. Потому что, да, за короткий срок, ну, надо быть готовым заплатить чуть побольше. И также понятно, что охотнее всего, да, владельцы квартир идут на 3 месяца, когда их квартира не самая лучшая. Когда их квартира долго стоит, да, никем не заселена, тогда они начинают условия-то менять. Ну, это значит, что квартира так себе. Ну, а как вы видите, да, в моем видео про рум-тур, у меня квартира была просто нереальная. Ах, я скучаю по ней безумно. То, где я сейчас живу, мне так не нравится, где я сейчас живу. Ну, я выложу рум-тур этой квартиры, но я отсюда скоро съеду. И хорошо. Итак, надеюсь, это видео ответило на все ваши вопросы, да. Все возможно, пользуемся Фейсбуком, максимально активно все делаем. Плюс скоро высокий сезон в Мангкоке спадет на нет. И гораздо будет легче найти жилье на любой срок, который вам нужен. И в крайнем случае всегда можно взять квартиру на год и потом пересдать другому человеку. Как показывает практика, на такие квартиры большой спрос всегда. Ну, его сами увидели, да. Я писала трем людям, чтобы снять их квартиру. И у них уже была запланирована куча встреч. Потому что это квартиры, они обычно самые классные. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ваша лучшая благодарность будет в виде лайка и комментария. Если у вас остались еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Не в Инстаграме, пожалуйста. И удачи в переезде в Таиланд.